в последнее время все чаще и чаще мы слышим словосочетание масштабный инвестиционный проект так часто он употребляется нашими чиновниками и в деловых кругах что мы уже как-то немножко запутались и не понимаем как это все трактовать тем более что на фоне тех лукавых приемов которые частенько используют наше правительство и наше чиновничество не всегда вызывает доверие подобные вещи тем более что штука это очень непонятная и вот я решил разобраться что же такое масштабное инвестиционные проекты кому они несут пользу кому они несут вред какие есть угрозы или выгоды например для нас как обыкновенных жителей республики уфы для всех граждан россии давайте разбираться на данный момент в россии действует целый комплекс законов правил и возможностей для тех кто готов реализовать масштабный инвестиционный проект что же это за зверь собственно инвестирование и привлечение инвестиций в российской федерации сейчас превратилась в забавную игру когда государство агитирует а бизнес с осторожностью слушают что ему говорит государство государству хочется чтобы деньги свободные деньги бизнеса вкладывались какие-то особые отдельные им обозначенные сферы а вовсе не туда куда хочет вкладывать бизнес в общем это такое некое перетягивание каната учитывая традиционное недоверие бизнеса государству сложно предположить что в очередь к государственным нуждам стоят бизнесмены с огромными мешками денег но тем не менее худо-бедно процесс идет в нескольких регионах российской федерации масштабные инвестиционные проекты уже запущены кое-где они уже добились успеха в целом эта схема удачная и надо понять выгоды которые извлекает из этого государства и выгоды которые предполагает извлечь из этого бизнес но в первую очередь механизм масштабно инвестиционного проекта подразумевает льготная упрощенное выделение некоторых ресурсов со стороны государства в обмен на инвестиции которые бизнес вкладывает во что-то не очень интересное вот этот корневой момент как ни странно но наверное закономерно масштабные инвестиционные проекты в россии в основном происходит вокруг вопросов строительства и в частности вокруг проблемного строительства не только в уфе но и во многих десятках городов российской федерации существует огромная проблема с недостроями с обманутыми дольщиками с брошенными стройками с крупными строительными объектами которые по тем или иным причинам остановились не достраиваются люди страдают деньги вложены деньги потеряны иногда похищены но и так далее вот именно в эту схему и привлекает государство инвестора под эгидой масштабно инвестиционного проекта по сути инвестора просят достроить уже проданное жилье или почти проданное жилье взамен за это ему выделяются какие-то льготы какие-то возможности какие-то ресурсы в частности в этой схеме естественно выделяются строительные площадки то есть вот собственно вся схема инвестор заходит и достраивает совершенно ненужные ему объекты которые уже давно проданы дольщиком или иным собственником за это государство не имея денежных средств свободных в обращении выдает этому инвестору земельные участки для дальнейшего строительства безусловно инвестор получает некое преимущество потому что иначе бы ему пришлось покупать на торгах торговаться и платить большие деньги за участки под застройку здесь он их получает бесплатно казалось бы взаимная выгода налицо кроме всего прочего для государства для субъектов и для города например отчетливо выгодно то что в случае достраивания каких-то объектов через масштабный инвестиционный проект город государство бюджет региона не тратит ни копейки это все деньги вот того самого инвестора участника масштабного инвестиционного проекта прямая выгода в отличие например от схемы которая применяется через фонд дом рф когда дом рф достраивает проблемные дома часть финансирования идет из регионального бюджета оригинальный бюджет у нас как известно уже дефицитный уже мы просадили несколько десятков миллиардов рублей празднуя всякие праздники вот сейчас например бюджет республики башкортостан дефиците на целые 40 миллиардов рублей в общем казалось бы все замечательно масштабный инвестиционный проект панацея для решения проблем обманутых дольщиков но почему-то мы не видим огромного количества масштабных инвестиционных проектов на территории башкортостана и в частности в городе уфе однако один пример такого масштабного инвестиционного проекта все-таки появился в башкирии в уфе вы удивитесь но масштабным инвестиционным проектом первым масштабным инвестиционным проектом Республики Башкортостан, стала та самая схема, которая применяется вокруг компании «Госстрой», а теперь и компании «Садовое кольцо», которая взялась за решение проблемы вот этих многочисленных недостроенных домов и жилых комплексов, которые породил Кирилл Бадиков в бытность свою владельцам, управленцам, директорам или кем он там был в компании «Госстрой». Мы, честно говоря, до недавнего времени не знали, что здесь была применена вот эта вот юридическая форма, как масштабный инвестиционный проект, и было очень много разговоров на тему, с какого перепуга «Садовое кольцо» значит, тут появилось, чего оно тут делает, откуда взялось и чего хочет, вот теперь потихонечку становится понятно, что вот эти многочисленные объекты, дом на Ленина, Московский, Эрмитаж, Эрмитаж-Горсовет, Белая река – это те объекты, которые «Садовое кольцо» взялось достраивать на собственные средства в обмен на некие компенсации, а именно компенсационные участки, которые город и республика обещают выдать «Садовому кольцу». Ну, более или менее становится понятно теперь резон вот этой компании достраивать дома Бадикова. Смысла там особого экономического нет, если брать этот процесс отдельно. Да, там есть некоторое количество непроданных квартир, но их стоимость никак не перекрывает те вложения, которые необходимы для достраивания всех этих жилых комплексов. Отмечу отдельно, что вот, ну, судя по тому и по той информации, которую я получил в процессе выяснения обстоятельств вокруг «Садового кольца», я точно знаю, что «Садовое кольцо» никоим образом не получило доступа ни к деньгам вкладчиков, ни к собственности, там, остаточной собственности Бадикова и прочее-прочее. То есть, вот финансовая схема, которая была организована, реализована в той иной мере компанией «Госстрой», она осталась за скобками процесса масштабного инвестиционного проекта. Несмотря на то, что масштабный инвестиционный проект «Садового кольца» в Уфе длится уже целый год, как-то вот не складывается впечатление, что все происходит бурно и успешно. Дольщики высказывают обоснованные опасения, что что-то идет не так, и задают вопросы, собственно, уже теперь «Садовому кольцу», потому что, ну, психологически им было очень легко переключиться с Бадикова на «Садовое кольцо», потому что Бадиков в последние месяцы и последние полгода существования компании «Госстрой» уже не мог ничего внятного им сказать на тему, когда же, когда же мы получим квартиры. Шли какие-то манипуляции, обещания, и потом эти обещания не выполнялись, и вот появляется новый актор процесса «Садовое кольцо», с которого, как бы, проще и интереснее начинать спрашивать. Ну, дольщики, естественно, этим и занялись. В чем же, собственно, проблема? Почему процесс не идет бурно и успешно? Почему есть какое-то отставание и какое-то торможение, ну, которое, собственно, наверное, очевидно? Несмотря на то, что уже порядка 500 миллионов рублей, компания «Садовое кольцо» из своих собственных средств вложила в достраивание некоторых объектов, доставшихся ему от госстроя. Собственно, проблема в тех самых компенсациях, которые должно было выдать государство для того, чтобы компания понимала и видела резоны для вложения вот этих вот собственных средств, в общем-то, вполне бессмысленные инвестиции. Повторюсь, в чистом виде компания «Садовое кольцо» достраивать объекты Бадикова нет никакого резона, ни финансового, ни морального, ни какого-то бизнес-интереса здесь нет. Собственно, о чем договаривалось «Садовое кольцо» с чиновниками Башкортостана и в чем проблема? Договаривались о неких компенсационных участках, которые должны сформировать власти Башкирии и города и которые, ну, пойдут в компенсацию за участие «Садового кольца» в достраивании вот этих вот тысяч квартир, которые не достроил господин Бадиков. Я намеренно оставляю за скобками ответственность Кирилла Бадикова. Я думаю, что это не мое дело в том смысле, что судить виноват он, не виноват, украл он, не украл. Наверное, это должны делать компетентные органы, если там есть какой-то состав преступления по поводу того, куда же делись деньги дольщиков и почему он не достроил дома. Я сейчас рассматриваю ситуацию только «Садового кольца» и администрации города Уфы. Именно с выделением вот этих компенсационных участков и возникли проблемы. Ну, как всякий процесс, который происходит впервые, наверное, с вот этим вот масштабным инвестиционным проектом возникли трудности такого организационного характера. Ну, это во-первых, да, то есть ни чиновники, ни само «Садовое кольцо» не были готовы к тем процедурам, которые, оказывается, должны свершиться, прежде чем выдастся вот эти участки, и прежде чем «Садовое кольцо» обретет уверенность в целесообразности вложения денег в этот проект. Тут ведь получается опять перетягивание вот этого каната. Чиновникам, уфимским чиновникам, башкирским чиновникам, очень-очень надо, чтобы «Садовое кольцо» начало достраивать дома, успокоились дольщики, они перестали там бунтовать, ходить с плакатами и писать страшные письма Владимиру Путину, например. Но при этом «Садовое кольцо», не будучи благотворительной организацией, пока не увидят вот этого резона, конкретные выгоды, пока не увидят печать и подпись, ну, конечно, тоже, наверное, с опасением будет относиться к нашим чиновникам и правильно сделает. Ну, так уж устроено в России все, и в Башкирии здесь не исключение. Печати и подписи пока нет, участки не выделены. «Садовое кольцо» уже истратило 500 миллионов рублей на все вот эти процедуры, получив еще, ко всему прочему, массу побочных проблем, которые, ну, там выражаются во всяких следственных действиях, во всяких там, значит, исках и прочих вещах. Но это на самом деле мелочи, это можно пережить, хотя это тоже определенным образом тормозит процессы, например, невозможность реализации свободных площадей, когда на них накладываются там аресты, согласно исков или каких-то претензий, там, дольщиков или третьих лиц, ну и так далее. Но давайте вернемся к основной проблеме – компенсационные участки. Почему чиновники Башкирии не успевают, не могут за целый год выдать эти компенсационные участки? Ну, первая причина – это их техническая неготовность, никто из них ни разу еще этого не делал, все они всего боятся, а тут еще и парочка министров у нас сидит под арестом, значит, ну, страшненько, да, чего-нибудь не так сделать, а там загремишь опять под фанфары. Второе, конечно, и Садовое кольцо тоже не умело это делать и только учится по ходу дела. Ну, на данный момент, насколько мне стало понятно, какой-то прогресс в этом процессе наметился. Есть несколько участков, которые теоретически устраивают все стороны процесса, и которые, ну, можно начинать оформлять. Возможно, это случится в ближайшее время, потому что, на самом деле, ситуация накаляется, и дольщики, ну, все большей активностью задают вопросы, когда же все это начнет работать. Постоянно, регулярно в группе дольщиков сообщения, как достучаться до куратора. Учтем, выясним, но... Есть ли какие-то работы, которые предстоит переделать? Я рассчитываю на то, что, ну, в ближайшую пару месяцев появится решение о выделении вот этих компенсационных участков, может быть, и быстрее. Тут надо понимать, что напрямую к вот этому процессу выдачи компенсационного участка связан и процесс создания дорожной карты. Садовое кольцо имело неосторожность однажды уже выпустить эту дорожную карту, ошибочно полагая, что многие вопросы решатся быстро, и тут чиновники забегают и решат, и они заинтересованы, но они вот как раз напоролись на этот ржавый гвоздь, на этот ржавый гвоздь некомпетентности и неготовности работать быстро и эффективно со стороны и городских, и республиканских чиновников. И вот эти дорожные карты, которые были первоначально опубликованы и переданы дольщикам, они, естественно, не сработали. Эти сроки не будут выполнены. Это понятно уже теперь, потому что они уже просрочены. И тут нужно понимать, что настоящая работающая дорожная карта может появиться только тогда, когда будут выданы эти компенсационные участки, когда компания получит финансовые основания для достраивания вот этих домов, потому что, ну, бесконечно вкладывать свои свободные деньги, наверное, глупо и неправильно. Несмотря на то, что компания Садовое кольцо достаточно состоятельная и крупная компания, у которой много объектов в России и за пределами республики Башкортостан, ну, еще раз повторю, они нет Деда Мороза, они не готовы благотворительствовать и делать счастливыми наших чиновников, избавляя их от проблем вот этого долгостроя и обманутых дольщиков. В общем, здесь получается, что канат натянулся и сейчас нужно что-то делать. Ну, отдельно отмечу, что Садовое кольцо не в пример нашим башкирским компаниям, попавшим в сложную ситуацию, ведет достаточно взвешенную информационную политику, хотя, на мой взгляд, недостаточно интенсивную. Не все акции, не все действия Садового кольца доходят напрямую до всех дольщиков. Отсюда и конфликты, отсюда и претензии, отсюда определенное непонимание со стороны дольщиков, которые участвуют в этом процессе. Это мы уже слышали, это пошло по второму кругу. Вы знаете, это звучит точно так же, как я заплатила за квартиру, за свою, но, к сожалению, немножко не рассчитала, потом деньги принесу, так и будет. Вот это похоже на это, правда? Вы согласны со мной, что на каких договорных условиях вы работаете с госстроем, на каких договорных условиях вы входите в нашу республику, какой вы имеете от этого имидж, какой вы имеете от этого плюс, какой вы имеете от этого выгоду, это вообще не наша забота. Мы туда, мы там ни третьими лицами, вообще никем в ваших отношениях не выступаем. Мы выступаем только так. Мы пришли, мы смотрели наш дом, мы его выбрали из множества многостроек, нам обещали одно, мы зафиксировали это в наших договорах, которые регистрируются в рекпалате, которые подлежат еще какому-то закону, что нас точно не обманут, которые страхуют всех дольщиков, и мы ничего теперь бояться не должны. Все это было оговорено представителями госстроя. Это первый момент. Второй момент. Вот рассказывать о том, где вы берете деньги, как вы берете, у нас это не касается, мы свои деньги отдали, и мы хотим просто жить в наших квартирах, в наших домах. У каждого из нас за спиной своя история. У нее ребенок, она не может снимать, я продала готовую квартиру, отдала деньги, мне тоже негде жить. У молодого человека своя история, у каждого. Давайте мы каждый будем сейчас рассказывать, как мы добываем эти деньги, которые мы заплатили за наши квартиры. Это не должно нас касаться. Да, вы пришли, но вы пришли, если мы откроем ваш сайт, вашу миссию, вашей компании, там нет слова о том, что вы благотворитель, вы тоже на каких-то взаимно выгодных условиях для себя пришли на этот рынок. Наш президент нам обещал, что эта компания нас достроит, и мы, вот я лично верю только ему. Он обещал, он сделает. То, что говорят ваши представители, пока не внушает никакого доверия. По какой причине? Первое. Господин Корольков перед нами выступал в прошлый раз, и господин Сусенко. Мы все посмотрели, не все могли присутствовать. Мы посмотрели, после этого мы посовещались, да? Да. Мы составили обращение. То есть, встреча была 11 марта, обращение мы сдали 15 марта. Мы там озвучили ряд вопросов после этой встречи. Когда я говорю о недостаточности, интенсивности работы медийной составляющей у Садового кольца, я говорю о том, что да, встречи проходят с дольщиками, да, некая информация поступает, да, Садовое кольцо пока эффективно объясняет дольщикам ситуацию, которая сложилась, но не все это слышат, не все понимают сложности процесса, многие взвинчены и не хотят слушать аргументы и доводы, также надо понимать, что сейчас время работает против всех. Мы видим всплеск стоимости стройматериалов на рынке, мы понимаем, что с каждым днем достраивание недостроенных объектов будет обходиться все дороже и дороже и по стоимости материалов, и по стоимости рабочей силы и прочее, и прочее, строительство в России превращается в некий рискованный бизнес. Потому я призываю чиновников республики, я призываю все заинтересованные стороны здесь сейчас поднапрячься и ускориться, более эффективно искать решения нерешенных проблем, особенно тех, которые лежат исключительно в бюрократической плоскости. Здесь уже ни компания Садовое кольцо, ни дольщики, ни любые другие заинтересованные стороны, кроме чиновников и власть придержащих в городе и в республике, не в состоянии решить эти проблемы. В конце концов, давайте начинайте шевелиться, начинайте проводить вот эти процессы и заключать контракт и выделять вот эти компенсационные участки, тогда хотя бы станет понятно, с кого же спрашивать. Как только Садовое кольцо получит компенсационные участки, можно будет говорить о том, что оно стало должно дольщикам, должно муниципалитету, должно республике. То есть, получив вот эти участки, Садовое кольцо попадает в ситуацию должника и пока оно не выполнит свои обязательства, можно будет с ним вести разговоры именно на этой позиции. Ну и вообще, вот эта вот схема масштабных инвестиционных проектов, она настолько сырая и настолько, судя по всему, содержит много всяких лазеек и недочетов, что контроль со всех сторон на самом деле не помешал бы. Ненавязчиво, но систематически контролировать исполнение обязательств всех сторон должны, я считаю, что все и общественности, правоохранительные органы, и муниципалитет, и строительное сообщество. Потому что пример Садового кольца, на самом деле, они, конечно, первые проходят вот эти все мучения и мытарства, но за ними очень внимательно наблюдают другие инвесторы. Если у Садового кольца удачно получится реализовать этот проект, это даст очень много плюсов и республике, и городу. Во-первых, будет понимание того, что это работает, и кто-то уже прошел этот путь, и в конце концов получил и дивиденды, и прибыль, и решил проблему. Значит, это станет более привлекательной схемой, которая уже доказана, что работает на территории республики. И вот эти разговоры о том, что башкирская бюрократия непроходима, неизлечима и непоправима, пожалуй, что не будут так актуальны, как они актуальны сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова